Доброе утро! Хорошей солнечной пятницы, Да, две недели я прогулял, две недели не было от меня ничего. Маленький отпуск был. Меня зовут Сергей, я рассказывал барной жизни и всё, что бывает, происходит со мной, или происходило со мной за 17 лет и бывают ругаясь матом если вдруг вам не нравится ненормативная лексика вы всегда можете переключить на другой какой-нибудь канал или вообще просто выключить и нахер не смотреть эту ерунду знаете что сегодня хотел поговорить и я очень жду от вас обратной связи потому что то что я сейчас расскажу и для меня это всегда было действительно вот камнем преткновения я не знал как отвечать на ту или иную тот или иной вопрос и давайте расскажу прям по порядку три дня назад я со своей спутницей пришел в одно заведение бар и мы сели за барной стойкой это действительно был битком набитый бар огромное количество было иностранцев было очень богатых людей и что я увидел бармен начинал общаться не начинала уже общался какое-то время когда я пришел с гостями и у него видимо там огромное количество своих собственных гостей и он с ними выпивал он выпивал с ними и я обращал не обратил внимание что пил принципе он дешевку то хуйню а пил действительно какой-то очень хороший островной вискарь и который стоит не дешево я-то понимаю что за это башляли гости и гости платили и угощали тем самым бармена но дальше уже начинала превращаться в какую-то комедию он наебинился в такую так такие слюни то есть я там посидел полтора часа вот они вместе с губы там два гостя сидели которые угощали его и он они ебанули целый пузырь вискаря да еще у бармена стоял рабочий стакан всегда под барганом видимо там какой-то изи микс не знаю там ром с кола виски с кола не всегда замечал обращал внимание что он там наливает и он так еще подпевал и повышал градус того что есть у него уже в крови и в конце концов короче нахуярился в такую но он очень большого статуса в этом заведении и там уже менеджер видишь что он уже прямо братьюня уже короче в говнище и он уже зашел за бар и ему видимо объясняет что давай наверное ты давай закругляйся потому что уже там и три часа ночи ты уже бездесно ебинился и тебе надо этот наверное пойти домой отдыхать и так далее и да он там в говнище был попрощался со всеми и он ушел для меня всегда была вот это вопросом всегда оставалось можно пить за баром или нельзя пить за баром если можно то сколько какие есть нормы какие исправила и я вам честно скажу что но я не наебинился наверно там в говнище никогда но были времена когда ты там хуяришь прямо какую-то там третью четвертую жесткую смену выходных для обычных людей а для нас вы знаете когда обычные люди отдыхают мы работаем и наоборот два самых популярных выходных у бармена это воскресенье понедельник опять за субботу еще какие-то выходные попадают то если ты еще работаешь действительно в каком-то пиздорезе где прямо гости три кольца и тебя башка рвется и все там давай 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 наливай и бывают моменты когда у тебя опускаются руки эти прямо реально хочется пиздануть ну я считаю что я считал или считаю я не знаю если там полтинник или сотку ты хлопнешь это в принципе но нормально но я так думаю и для меня всегда был вопрос как вы считаете я просто хочу услышать комментарии и я хочу посмотреть для барного комьюнити очень важно или пить то какая норма если не пить то не пить вообще то почему вы знаете да есть определенные правила там нужно как-то расслабляться нужно как-то дышать и и бывает моменты сложные то есть мы не всегда можем выбирать и смены и когда мы хотим работать потому что нагрузка все скапливается скапливается и в субботу с утра многие бармены бывают вот наебениваются так я вот хочу понять стоит пить не стоит пить пить или не пить вот в чем вопрос я спрашиваю про алкоголь потому что мало людей может контролировать себя в алкогольном состоянии вот такой вышел выпуск я рассказал смешную историю я не могу сказать что да наша профессия очень специфическая там или ты становишься алкоголиком конкретным или ты завязываешься полностью вообще не пьешь идешь в спорт заниматься каким-то боевыми единоборствами или в спортзале качать банки то есть баланс середину как в коктейле так и здесь очень сложно найти хорошая пятница продуктивная пятница каникулы у меня закончились я буду выходить как обычно по пятницам с утра в первой половине и и не стесняйтесь задавайте вопросы пишите в личку спрашивайте всем хорошая пятница хорошего солнечного дня всем мир пока маратейн майусам макмута да мускуфи и и Продолжение следует...